здравствуйте уважаемые зрители я рада приветствовать вас в нашем новом выпуске интервью меня зовут юля сегодня у нас гость из чего-то привет привет расскажи зрителям откуда ты как зовут я саша меня я приехал из одессы из украины еще два года назад в 2021 году пошел на курсы гостаде в брне в бурно ну на чешском в брне почему ты вообще приехал в чехию почему именно сюда за образованием первоочередное образование ты рассматриваешь какие-то другие варианты со странами нет потому что на тот момент я из одессы приезжал в гостаде со своим лучшим другом и поэтому вдвоем было бы легче по-братски да а почему в брно они в прагу ну потому что я думаю что нету смысла где выучить язык если от одной и той же компании то просто сэкономить денег и все курсы надо я выучил на b2 у меня были прекрасные два преподавателя многие вот допустим ноги будут говорить что кстати плохие курсы плохие курсы когда сами ничего не учат и потом говорят что вот гостаде нас не научили ничего не ничего не делают за что вы деньги заплатили по сути все в ваших руках и можно и без курсов выучить язык если иметь очень большое желание я просто не особо не дисциплинирован поэтому курсы это мой вариант значит отучился ты год на курсах потом такой пойду в масса реках на какую специальности пошел по сути разработка программного обеспечения то есть тоже районе информатики да я ушел потому что это такой такая такая специальность которая ближе к науке скорее чем профиль практике профессии будущей и поэтому бы я себя не могу особо определить как либо математик либо я гуманитарий поэтому я бы не хотел всю жизнь тратить на обучение тратить на то чтобы там не знаю какие-то вершины достигать в учебе ты хочется что-то простое что пригодится вот в жизнь да 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 окей так ты ушел из масса рекова потом какая-то канада случилось твоей жизни да образом я перед но решил переехать в канаду переехал туда с корнями оставил тут все вещи все это когда в начале лета в июне оставил ты работал три месяца назад да да там начал потихоньку зарабатывать познакомился с людьми ты работал в сфере информатики нет я работал в той же сфере что и работал здесь получается я от гостаде жил в общежитии в бурно и пока учился масса река университете я там работал администратором отеля то есть был опыт администратором отеля поэтому с опытом было легче найти в канаде работу в отеле а тебя был язык английский да я хорошо знаю английский подтверждение сертификата нету но на б-20 да получается да по сравнению с чехией там заработки намного больше даже если сопоставить траты месячные и заработки то там выходит намного больше но все-таки приоритетные на данным на данном этапе жизни у меня образование не работа не зарабатывание денег и в канаде стоимость обучения для иностранцев стоит около 16-20 тысяч долларов в год и в целом эту сумму реально заработать но только учиться и работать неизвестно как пойдет с этим обучением а в канаде в каком городе тоже наверное мало кто будет знать этот город с первого раза это калгари город вот там и получил водительские права приехал сюда вот приехал сюда потому что потому что нужно образование да да ты мне сказал что ты приехал сюда ради какой-то конкретной специальности прям написал что ночевути появилось новшество я бросил свою канаду и приехал сюда чтобы учиться ну я не знаю как она появилась ли она прям в этом году потому что но по крайней мере я целью целенаправленно прям искал в прошлом году именно это но я ничего не нашел ночевут факулта электротехниц кафе убор называется от эврена информатика открытая информатика там первый год общий для всех а потом можно выбрать направление там есть искусственный интеллект еще что-то точно не помню и разработка игр и графики для игр вот то что ты назвал тебе явно из этого интересно да разработка игры нет вот это явно интересно потому что как минимум я играю но не то чтобы прям играю каждый день но мне было бы интересно с другой стороны быть потому что у меня уже есть одна игра в play маркете но не буду рекламировать потому что меня засмеют да ладно я если как будто бы сказал что у меня есть игра в play маркете это звучит уже уже хорошо и одно приложение на там она такое узкоспециализированное занимался дзюдо очень долго и там мы каждый год сдавали на пояса и нам тренер каждый год выдавал бумажки где была с одной стороны теория там вопросы надо было выучивать а с другой стороны практика там всякие броски удушающие эти болевые приемы это все нужно было знать уметь я это все сделал в приложении и все этим пользовались классика значит разработка игр ты говоришь что первый год это общий год да но это только в чуте потому что вот как раз что в масса река вам нет ну я не думаю что это только масса река вам я думаю что это в каждом университете где специальность не экономика не бизнес и менеджмент такая которая идет как математика и вот она так продолжается математикой и математикой заканчивается вот в программировании очень часто я слышал такие фразы как вы должны были знать это школе вы должны были за это школе а я понятия не имел что это вообще поэтому мы пассиан все раскладывали в школе ну мы не раскладывали пассиан ну я в колледже учился тоже на программировании я писал программы которая сама открывает и закрывает дисковод в компьютере просто заходит подавателя на всех компьютерах сами выезжать и заезжать дисководы в первый год на сариком да вот масса река вам он не общий сразу же идет программирование вот программирование идет и программированием хоть обложись от книжками всеми со всех сторон нужно будет первое время догонять первое время надо будет очень много времени тратить на обучение лучше вот как раз почему-то еще кстати во всех университетах начала идет в октябре масариком она начала сентября в начале прям сентября и лучше в это время не работать не тратить время на работу лучше вот просто сесть и учиться что не мой конечно вариант был потому что надо было тоже зарабатывать денег хорошо расскажет это какие вступительные были на файл на файл в чвуд это математика и знание чешского на уровне там получается либо c1 от языковых школ с с возможностью стать не кошки и государственного экзамена до либо b2 но только от масса рекова устав масса реку устах тогда или от карлова университета 80 процентов уёб по моему называется вот что мне еще предстоит сдать а уже знаешь какой именно будешь давать уёб буду сдавать насколько пушка лет одного до десяти это сложно как ты думаешь если учитесь в гоу стадии скажем так меня не просили этого говорить но если в потоке это делать получается учитесь учитесь находите каких-то знакомых в чехии чехоговорящих то это не будет так сложно потому что допустим вот у моей девушки ей тоже нужно нужен был государственный экзамен от гоу стадии не подходил в карлов и она со второй попытки сдала хотя она еще и из россии и для нее это было немножко тяжелее знать чешский чем чем для украинцев допустим и расскажи тогда пожалуйста про все-таки разработку игр мне мне интересно как ты планируешь дальше развиваться в этой в этой области и шикита цели перспективы мечты мечты вот то же самое что я говорил про масса река что я не хочу быть каким-то профессором так и тут я не хочу работать где-то в какой-то юбисофт или что-то еще я бы хотел просто свою маленькую даже какую-то компанию где я бы был по сути главным и возможно это было бы интересно быть частью большой команды большого проекта но на данном этапе я бы хотел хоть иметь какую-то маленькую компанию маленькую какую-то игру в которой который не будет обсуждаться во всех сми во все там все журналисты будут сбегаться что получается да 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 для себя для себя потому что потому что допустим если брать такие большие компании они все это все в первую очередь бизнес они творчество и поэтому у них постоянно все нужно успеть к финансовому кварталу все нужно успеть 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 да это весь не хочет напрягаться но это не то что она прыгаться но когда допустим делается игра или то же самое пишется книга не хочется торопиться пишет стих не хочется торопиться хочется делать от душе и вот как она пойдет чтобы тех сто процентов нравилось все-таки я отностьюсь к этому как к своему творению и хотелось бы чтобы мое творение было такое, какое мне нравится, а не такое, как нравится кому-то другому, либо кому-то нужно успеть какому-то там дедлайну. Какие чужие творения тебе нравятся? Ну, что ты играешь или любишь чисто эстетически понаблюдать? Ну, мне нравится компания Sony, как делают. Ну, под руководством компании Sony для PlayStation, Santa Monica компания, там компания поиска CD Projekt Red. Там последняя игра, конечно, у них с киберпанком. О, киберпанк, я знаю. Какое твое мнение? Мое мнение, что финансовые как раз менеджеры сделали большую ошибку, пообещали игрокам, что игра выйдет такого-то числа. Естественно, программисты не могли успеть к этому дедлайну. Они там переносили, но опять же выпустили сырой проект. И в этом, как я считаю, нету вины разработчиков, есть вина людей, которые заставляли их побыстрее, побыстрее сделать игру. Можешь ли ты рассказать, какие зарплаты в этой области приблизительно стоит ожидать после окончания, например, чего-то? После окончания, например, чего-то? Ну, я знаю, что минимальные зарплаты в Чехии где-то около 60-70 тысяч крон. Это гейм-дизайн или это прямо самая разработка? Это программирование в целом. Это в среднем программирование 50-70 тысяч крон. Это вот минимальная зарплата. Саня, а на каком движке отработаешь? Ну, я работал на движке Unity. Для этого движка, точно так же, как для Unreal Engine, конечно, не нужно быть богом программирования, но если ты бог программирования, естественно, это плюс. Потому что можно, скажем так, какие-то проблемы решать своим способом. И там постоянно не подсматривать в Stack Overflow или там на GitHub. Да-да, продолжай. Очень интересно. Подсматривать ответы. Опять же, да, решение проблем от других пользователей это большое преимущество. Можно не так много времени тратить и там... Потому что даже мемы ходят, что как люди представляют себе программистов, что они сидят и печатают, а на самом деле они вот так вот сидят и думают, что же тут нужно сделать. А ты вообще не учился кодингу? Ну, в колледже я учился. В колледже? В колледже учился, закончил колледж. Я бы не сказал, что без знаний программирования, без знаний языка там C-Sharp, C++ и других, что можно что-то нормально сделать. Можно, конечно, копипастить решение, там, смотреть видео на Ютубе, и так можно в целом сделать программу. Но, опять же, насколько это твоя программа и насколько тогда смысл вообще учиться, если можно просто все копировать из интернета. По факту. А сейчас еще и чат GPT. Вот, чат GPT очень просто делает, решает все задачи. Ты пользуешься? Да, я пользуюсь, когда, допустим, нужно резюме сделать. Просто, или там каждой определенной компании нужно мотивационное письмо написать. А невозможно же одно написать и каждой компании отправить. Нужно под каждого подстраиваться, у кого-то там нужно, чтобы чуть-чуть ты знал немецкий и ты его, по сути, не знаешь, но в целом ты его... На GPT знает? Да. Но в целом ты его за месяц, если надо будет, выучишь. Поэтому ты пишешь мотивационное письмо под каждую компанию отдельно и, естественно, сидеть, печатать еще и на чешском языке, потому что очень неудобно печатать на чешском языке на клавиатуре. Ну, клавиатура, да, такая. Там, и, ну, естественно, чат GPT очень спасает в этом плане, что можно быстрее писать резюме, мотивационные письма. Ну, и он уже умеет программировать. Он заменит твою работу в будущем? Все равно будет какой-то человек, который будет управлять этим всем, который будет это все проверять, который будет... Хотя в целом не исключая этот вариант. Но он сейчас же делает какие-то картинки, создает просто музыку невероятную. Он сейчас... Ну, вот проблема в чем, что эта нейросеть, она пользуется знаниями, которые были перед этим. То есть она потенциально что-то новое не может сделать. Она просто дает готовое уже решение. И, допустим, будет какая-то проблема в будущем, где-то в программировании, новая абсолютно, которую свет еще не видал. Так чат GPT не решит ее. Но она все равно собирает опыты многих каких-то кейсов и все равно выдает новое решение. Это получается, что это все равно новое решение. Ну, нет, это не новое решение. Это уже было. Но это просто мы столько не сможем проанализировать, сколько проанализируют. Конечно, конечно, конечно. Вот. Но он очень сильно упрощает задачу. Допустим, нужно написать код какой-то. Ты уже 300 раз его писал, 300 раз знаешь, как его писать, но просто тебе его нужно написать. И, естественно, чат GPT с этим помогает, что вот пишет вот этот всем понятный уже давно выработанный алгоритм, чтобы его просто скопировать, вставить и все. Но в целом искусственный интеллект уже способен создавать игры сам без помощи человека. Ну, пока что. Слезать какие-то там задачи. Ну, если, во-первых, нужно правильно написать промпты, это подсказки. И ты без работы. И я без работы, и Саня без работы, и все. Блин, это очень грустные друзья получаются. Да, 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 да. Я бы протестовал против чата GPT. Да? Да. Значит, все, ты сегодня у меня первый, кто в ИИ получается анти... Ну, либо наоборот, либо наоборот. Вот как раз на моем факультете после первого общего года можно выбрать либо искусственный интеллект, либо разработку игр. Либо как раз пойти на искусственный интеллект и быть... Сломать систему. и быть наоборот в той стороне, которая прообощает мир, скажем так. Это звучит хорошо, но в любом случае мы тебе желаем успехов, чтобы все получилось, игры получились. Спасибо большое. Если нужно, поделимся ссылочками, будем следить. Спасибо, что пришел на интервью. Да, вам спасибо, что пригласили. А вам, зрители, спасибо, что досмотрели. Напишите свое мнение в комментариях насчет чата GPT. Оставляйте свои другие приятные комментарии, лайки и не забывайте следить за новыми выпусками. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok